До 2002 года в принципе было похоже на фильмы девчата, да? Ну почти ясно, что были уже бензопилы. А теперь значит на российской лесозаготовке в Архангельской области работает в общем всего две машины и два человека. Мы можем здесь в сутки заготавливать этим комплексом порядка 300-350 метров кубических. Это примерно полторы тысячи деревьев. Архангельская область одна из самых лесных в России, 42% территорий. Большая часть леса сегодня арендована крупными компаниями. Они заверяют, что пилят по правилам и по международным стандартам. Один из главных лесозаготовителей области увез нас в таежную чащу 200 километров от цивилизации, чтобы показать откуда у них сертификат фонда охраны дикой природы. Рубятся все подряд деревья? Нет, мы обязаны по лесному законодательству рубить деревья спелые и перестойные. Оказывается, добыча древесины в нашей стране похожа на игру в шахматы. Лес расчерчивается, как шахматная доска. На клетке делянки площадью по 50 гектаров максимум. Вставать и пилить на параллельной клетке разрешено только через 6 лет. А движения пилы в глухой чаще ограничены, как у пешки. В любом случае мы должны оставлять молодые деревья, то есть так называемая подростка. Техника может двигаться только по волокам. На языке домашней хозяйки это прорубленные дорожки. Это был баланс, да? Вот я нажимаю кнопку, раз, она пошла. Как мы сразу заметили, технически современная лесопилка это две машины. Распиловщик хватает, крыжует, то есть снимает ветки и сразу делит ствол на виды продукции. Сборщик вывозит стволы из леса на временный склад. Вот сейчас хорошее дерево попадет, выкинем его еще. Беловочник это самая дорогая часть ствола, но в болотистой тайге его приходится внимательно находить среди гнилых изнутри деревьев. Алексей, пока дерево стоит, объясните, пожалуйста, насколько рационально происходит вырубка? Если оно не гнилое, соответственно, в этом дереве первые два реза пойдут в пиловочник. И вершинка уже будет в баланс. Получается, что примерно 10 лучших метров вот от этой ели уйдет на доски. На доски. А верхняя часть уходит на изготовление бумажной продукции. Да, идет на варку, на варку стрелозы. Совершенно вот дикие леса. Медведи приходят, хватают? Ну, они обычно приходят, когда идет пересменка, нет людей, полакомятся чем-то. Маленькие елочки трехлетние, целый грядка растут, это значит, что здесь были уже искусственные посадки. Да, 20% от вырубленных площадей мы должны засадить. Разве это немало? Нет, это достаточно, потому что расчет, который сделан по объему рубки, сделала уже заведомо с большим запасом, с большими взятыми коэффициентами, то, что лес может возобноваться сам. А дальше по специальным лесным дорогам. Лесовозы вывозят эти бревна на заводы по производству качественных досок, целлюлозы здесь же, в Архангельской области. В следующих сюжетах цикла мы подробно покажем, на что пилят сегодня деревья в РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова